Здравствуйте, друзья и подписчики моего видеоканала. С вами снова Александр Гермаков. На своем канале я рассказываю о различных способах создания видео онлайн, а также создания видео с помощью программ и приложений. Вам встречалась такая ситуация, когда вам нужно создать видео, но на вашем компьютере нет необходимых программ для видеомонтажа, а также вы не знаете, как это сделать, как создать видео с помощью сложных программ и так далее. Сегодня вы узнаете, как создать ваше видео буквально за несколько минут, используя ваше фото или видео, а также ваш звуковой файл или музыку. Буквально за несколько минут. Итак, переходим на экран нашего компьютера. Представляю вам сервис Vimpera. Это создание видео онлайн. Данный сервис вам предоставляет возможность зарегистрироваться, войти и начать создание вашего видео бесплатно. А также вы можете начать создание вашего видео без регистрации. Для этого вам нужно нажать вот на эту кнопку «Загрузить фото и видео». Итак, первый этап «Загрузка фото и видео». Нажимаем на кнопку. Выбираем на нашем компьютере те картинки и фото, которые мы хотим использовать в нашем видео. Я картинки подготовил. Нажимаем левой кнопкой мыши и ведем до конца. Отпускаем. Нажимаем кнопку «Открыть». И происходит загрузка наших картинок. Следующим нашим действием мы должны настроить отображение наших картинок. Нажимаем на колесико и выбираем эффект. То есть здесь мы выбираем переходы. Данный сервис предоставляет вам большое, огромное количество переходов всевозможных. Здесь вы можете найти любой эффект на вкус и цвет. Итак, я выбираю эффект «Плавный переход». Следующая кнопка позволяет вам настроить длительность отображения эффектов в секундах. Я оставляю как есть. Нажимаем кнопку «Сохранить». Следующая кнопка вам предоставляет возможность настроить фон заднего фона на вашей картинке. Я оставляю как есть и нажимаю кнопку «Сохранить». Следующая кнопка «Регион» позволяет вам настроить отображение вашего фото или видео в центре экрана. Здесь мы выбираем всевозможные варианты. Я выбираю вот этот эффект. И следующая кнопка «Масштаб» позволяет нам настроить картинку, как она будет вписываться на экране нашего видео. Из четырех вариантов я выбираю вот этот. И нажимаем кнопку «Сохранить». Повторяем наши действия со следующими картинками. После того, как мы настроили наши картинки, мы можем добавить текст к нашим картинкам. Поднимаемся чуть выше. И в данной строке пишем наш текст. Нажимаем кнопку «Плюсик». И мы видим, что на нашей картинке отображается наш текст на всех картинках. Чтобы добавить еще текст, мы повторяем наши действия и добавляем в данную строку наш текст. И также нажимаем кнопку «Плюсик». Нажимаем «Плюсик». Нажимаем «Плюсик». И наш текст появляется на следующих картинках. После того, как мы добавили текст, мы можем настроить его отображение. Нажимаем на «Плюсико» и выбираем эффект. Здесь можем настроить длительность. Также можем настроить, где будет находиться наш текст. В середине, внизу, в центре, справа, слева и так далее. Я выбираю как есть. Также можем настроить текст. Оставим, как есть, синий. Также здесь мы можем выбрать отображение и выравнивание нашего текста. И оставляя его посередине. И нажимаем «Сохранить». Также здесь есть опция «Настроить толщину обводки». Давайте оставим пять. Также можем настроить шрифт. Нажимаем «Сохранить». Цвет обводки нашего шрифта. Давайте оставим белый. и нажимаем «Сохранить». Те же действия мы повторяем со следующими шрифтами. Также подносим курсор нашей мышки к колесику и настраиваем отображение нашего шрифта. Нажимаем «Сохранить». Следующим этапом создания нашего видео мы должны загрузить музыку к нашему видео. Поднимаемся чуть выше и нажимаем вот на эту кнопку «Загрузить музыку». Выбираем музыку на нашем компьютере. Музыку я подготовил, поэтому нажимаем на «Файл» и нажимаем на «Открыть». Происходит загрузка нашей музыки на сервис. Рекомендую вам использовать музыку без авторских прав, так как при загрузке вашего видео на канал YouTube возможно блокировка вашего видео из-за нарушения авторских прав. Итак, наша музыка загрузилась на данный сервис. Подносим курсор нашей мышки к колесику и настраиваем наш звуковой файл. С помощью этих стрелок мы настраиваем звучание нашей музыки. Здесь мы можем прослушать. Данная опция позволяет вам настроить громкость вашей музыки на растание, с какого момента будет происходить увеличение громкости, а также вы можете настроить затухание, то есть с какого момента будет затухание или уменьшение громкости звучания вашей музыки. После всех настроек мы нажимаем сохранить. Теперь мы можем перейти к созданию нашего видео. Поднимаемся чуть выше и нажимаем вот на эту кнопку сделать и скачать. Происходит процесс создания видео. Итак, мы видим, что создание нашего видео завершено и видео наше готово. Нажимаем кнопку Play. Чтобы скачать видео, мы нажимаем кнопку скачать. И скачиваем наше видео на наш компьютер. Нажимаем кнопку сохранить. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Итак, друзья, сегодня вы узнали, как создать видео буквально за несколько минут, быстро и просто, без сложных программ, без водяных знаков на экране вашего видео и так далее. Я уверен, что данный сервис поможет вам в создании видео для ваших домашних видео, для видео по бизнесу, слайд-шоу и так далее. Если вам понравилось данное видео, нажмите «Нравится» под этим видео, а также вы можете поделиться данным видео со своими друзьями, знакомыми и с теми, кому это видео будет полезным. Если вы хотите получать самыми первыми все видео моего видеоканала, рекомендую подписаться на мой видеоканал. Для этого нажмите на иконку в центре этого экрана, а также я буду готов ответить на ваши все вопросы и комментарии под этим видео. А на этом все. С вами был Александр Гермаков. Всем удачи и до новых встреч в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok